В Ульяновске состоялся очередной пикет коммунистов против мусорной реформы. Правда, в этот раз он пошел не совсем по их сценарию. Слово со сцены взял представитель оператора по вывозу ТКО Сергей Живайкин. Он честно рассказал жителям о том, что происходит с вывозом мусора в регионе, а главное, зачем это делается. Ответить на его выступление коммунисты не смогли. Акции протеста против мусорной реформы они проводят в регионе с начала года. Каждый раз, как мантру, повторяя одно и то же. Жители пытаются без причин поиметь дополнительный доход. В действительности 36% населения стали платить за услугу по вывозу мусора даже меньше, чем раньше. Еще 30% стали платить больше, но всего лишь на 20 или 80 рублей в месяц. С июня, кстати, цена на вывоз мусора кое-где упала на 5%. То есть реально для горожан почти ничего не изменилось. Кто-то стал платить чуть-чуть больше, а кто-то чуть-чуть меньше. Так зачем было проводить реформу? Неужели, чтобы дать повод оппозиции на протяжении полугода собирать пикеты в миниатюре? Сейчас действительно перерабатывается немного. На сегодняшний день не больше 20%. И планы к 2024 году действительно сделать 60% переработки. Речь идет о том, что мусор раньше попросту свозился на свалки, а теперь его начинают перерабатывать по всему городу. Вот за этим и была нужна реформа, чтобы не превратить в огромную свалку всю страну. Заметьте, именно страну, поскольку реформа началась одновременно по всей России, в то время как коммунисты уверяют нас, что ее придумал лично Морозов, чтобы кормить своих приближенных. Для финансовой возможности переработки мусора же и была изменена система оплаты за его вывоз. К тому же она стала более прозрачной и очевидной. Раньше платили с квадратных метров, теперь же платят с прописанных людей. Но ведь мусор, будем честными, производит не квадратные метры, а мы с вами. В своих обращениях коммунисты настаивают. Реформа, по крайней мере, в Ульяновской области должна быть отменена. Тем самым предлагая нам практически за те же деньги складировать отходы по старинке, на огромных помойках, чтобы города и села задыхались от неприятного смога.